В Библии, во-первых, например, есть такое понятие «септуагинта», и на самом деле именно богословы, то есть не те, кто просто верующие, фольк верующие, можно так сказать, а в том числе средневековые богословы, для них была абсолютно истина, они это признавали, что это перевод, по-моему, семи мудрецов. Семи мудрецов, то есть тех, кого призвали для того, чтобы перевести в Ветхий Завет, то есть иудейский Танах, на греческий язык с иврита. И это не является никаким скандалом, ровным счётом. Вот меня поразило, что Елена Прудникова стала открещиваться от иудейского, например, происхождения христианства, хотя, например, те же самые попы не открещиваются от этого. Они, например, имитируют в своём одеянии иудейских первосвященников, они, например, отмечают обрезание Господня в церкви, хотя в России не придают этому значения. Например, в католичестве это праздник более широкий и прочее, а почему-то в русской православной традиции от иудейских корней, от связи с иудейской религией просто отходят. Это совершенно неправильно. И в самой Библии есть множество других вещей. Вот я одну упомянул про одну из ниточек цитит. Может быть, вы видели религиозных евреев, у них вот есть вот такие цитусы, так называемые. И вот одна из них должна была выкрашена, быть краской очень эксклюзивной, которая добывается из моллюска. В Библии есть его наименование. Этот моллюск ни в каких классификациях не проходит. В Израиле на настоящий момент государство финансирует поиск этого моллюска, его крови, которая должна быть голубой. Такого моллюска для биологов нет на настоящий момент. Точно так же, как в Израиле финансируют поиск рыжей коровы для того, чтобы с помощью ее пепла очистить дорогу к храму, там, где сейчас стоит Кубат Сахар и мечеть Алякса и прочее. Вот в Израиле такое смешное, довольно интересное общество. Когда я был в Израиле, это было одно из самых интересных для меня приключений, потому что я оказался как будто на стыке эпох различных. Например, я увидел там, например, именно в Израиле то, что описывал мой прадед, например, применительно к началу 20 века. Я там зашел в одну синагогу и понял, что это ровно то, что он описывал на тот момент в своих записках, к примеру. Вот там это действительно есть. И другие источники, опять же, религиозные, они базируются на многократно измененных текстах. Опять же, например, современная библеистика, можно так сказать, она выяснила, я об этом тоже говорю, что в ранних версиях Танаха, в том числе, упоминалась, например, жена Яхве. Напоминались другие боги. И на самом деле Яхве был один, он не то, что был единственным изначально богом, просто сама уникальность иудаизма, она заключалась в том, что бог является единственным, условно говоря, для всех фактически. А некоторое время среди семитских племен было, у каждого был свой бог. Он потом уже, например, у евреев вычленился в такой монотеизм. Это произошло, по современным данным, уже где-то около Вавилонского пленения, которое исторически тоже не доказано, например. Допустим, опять же, археология обнаружила следы второго алтаря, который существовал, второго храма. Казалось бы, он должен быть только в Иерусалиме, но был, оказывается, еще один и прочее. На самом деле, этот же текст, он исторически толковался. Вообще, вот я могу сказать, в иудаизме вообще существует письменная Тора, это как раз пятикнижия Ветхий Завет, есть куда более обширная устная Тора. То есть, мудрецы, Вавилонский Талмуд, например, Мишна, Мишна Тора и многое другое. То есть, этих текстов огромное количество, и там такие иногда встречаются вещи довольно любопытные, которые, казалось бы, никак не коррелируют. Вот как раз, допустим, в гебраистике, то есть, в исследовании иудаизма, очень хорошо показано, благодаря тому, что у евреев Европы остались огромные архивы того, как работали их интеллектуалы, богословы и прочее, как они пришли к некому современному пониманию той или иной нормы и прочее. Сохранились писания, например, еменских евреев, андалузских евреев и прочего. И опять же, против этого, конечно, религиозные люди бессильные. А вот стихийные православные, они не копают, мне кажется, в это направление. И вот Елена, она ведь, как... Мне просто все-таки казалось, что она постмодернистски веселится в каком-то смысле. Она говорит, что вот физика, вот Бог, вот святая вода. Это выглядит, как в таком романе образца 90-х годов примерно. То есть, определенная шутка, определенный стёб, мне так показалось. То, что Сталин правый, на самом деле, это тоже забавно. При Сталине выжить с такой позиции было бы проблематично. Но это, кстати, очень распространенная концепция. И в среде красно-коричневых 90-х годов есть большевистский интернационалистский период, потом возрождение некой государственности при Сталине. Но это всё эмоциональная такая история, эмоциональная, интеллектуальная история, потому что Сталин, конечно, никаким красным императором никогда не был. Сталин сохранял свою, например, антирелигиозность до конца своей жизни. Вот если... В 43-м году я вот сегодня немного расскажу, как общались с мусульманами, потому что про христиан много сказано, а в реальности крайне утилитарно. Например, в ответ на то, что делали немцы, а немцы ввели, например, такую прицельную работу на то, чтобы использовать, допустим, христианский, исламский фактор для создания внутреннего сопротивления на территории противника. Сталин это использовал в качестве сугубо политического инструмента. У него не было никаких озарений. Он до конца своей жизни придерживался определенных интеллектуальных правил. Кстати, Сталин очень сильно поливел, например, к 52-му году. Его, например, Микоян назвал Левакум из-за его планированной реформы деревни и прочее. Ну, то есть, вот это представление о Сталине как о таком русском правом правителе неверно, на мой взгляд, совершенно. Вот что можно сказать. Но это тоже повод для обсуждения. Просто, опять же, это схватывается, как правило, эмоционально. Это вот то, что называются в философии такие вот эмоциональные топосы, когда нет никакого, можно сказать, большого подкрепления у информации, но она эмоционально схватывается, что вот у нас история выглядит так, ее ритм, например, то, что есть большевистский провал, какая-то деструкция, некая традиция, можно сказать, а потом некое возрождение. Конечно, этому можно найти некоторые доводы, но их не надо искать вот на этом уровне. Можно, например, увидеть какие-то шаги Сталина. Например, он, с моей точки зрения, совершенно неверно, что он погоны вернул, потому что все аргументы, которые в пользу этого пишутся, обычно для меня вот неубедительны. И с военной точки зрения, например, часто в литературе поверхностной военной говорится о том, что погоны лучше позволяют ориентироваться на поле боя, но, извините, американская армия не имела на тот момент на полевой форме погон, и американский офицер от американского солдата в полевой обстановке вообще никак не отличался. То есть, для меня, кстати, идеал военного обмундирования эпохи Второй мировой войны – американцы. И американцам это не мешало воевать в дальнейшем эффективно ни во Второй мировой войне, ни в Корейской войне, к примеру, это не работает. И, честно говоря, зачем было восстановление златопогонников, к чему оно было? Все рациональные аргументы здесь, мне кажется, подавлены. Говорится о возрождении какой-то традиции, какого-то воинства. Мне кажется, это сугубо родилось в кабинетах у кого-то, как эта идея, и не более. Вот, кстати, в Музее вооруженных сил в Москве хранится несостоявшийся парадный китель Сталина на Парад Победы с эпалетами. Но это Сталин, конечно, отверг, потому что это было бы слишком, он бы выглядел как диктатор банановой республики. И действительно это так, я даже сделал такие фотографии этого экспоната. В общем, вот эта концепция красно-коричневая насчет Сталина, насчет большевиков, она от науки очень далека, она не исторична. Это попытка создать такую народную историю, и она в какой-то степени созвучна, например, с той политической линией, которая есть во власти на настоящий момент и прочее. Есть плохой Ленин, который заложил бомбу под существование российского государства. Есть тоже очень плохой Сталин, но при этом есть выигранная война и есть увядание. Но, конечно, его заслугу нельзя и отрицать. Он как организатор государства в данном случае, он не был прямым командующим, в отличие от Гитлера, отстранился несколько от управления непосредственного войсками. И понятно почему. Хотя здесь, опять же, очень много различных вводных. Например, есть господствующая теория того, что, например, Ворошилов, Тимошенко и другие парадные маршалы – это плохо. А, допустим, позднейшее поколение Жуков и Рокоссовский – это настоящие военные профессионалы. Если покопаться, например, с точки зрения принятых решений, примерно одно и то же, одна и та же методика, что у Ворошилова, что и у Жукова. Потому что эти люди действовали в разных контекстах, их сравнивать, например, довольно сложно с разными ресурсами, с разными задачами. То есть невозможно пробежаться по этой войне, но ее образ, конечно, запечатлен у очень многих. Ее, например, троцкисты понимают как еще одну империалистическую, вторую империалистическую войну. И у них совершенно другая расшифровка, например, Второй мировой войны, ровным счетом, совершенно другая, она марксистская. К примеру, и такая же расшифровка была при Сталине, кстати. Ну, в общем, довольно это странно. Опять же, вот это такая топика русская, условно говоря, в том, что Вторая мировая война привела к такому возрождению русскости, привела к... Это забавно довольно-таки, потому что не об этом совершенно шла речь. И наоборот, мне кажется, Вторая мировая война существенно подкосила русскость и подкосила сам Советский Союз. Если говорить о самом кровавом годе, например, войны, это на самом деле 43-й год, с точки зрения массовости жертв и прочее. Ну, то есть, опять же, о сталинской эпохе говорить, конечно, надо, но, конечно, не столь на ней фиксироваться, мне кажется. В странах, которые находятся под контролем, условно говоря, западного мира, есть большая ненависть к бывшим колонизаторам, еще большая, скорее всего. А на самом деле здесь, в случае восточноевропейских стран, она просто культивирована была после... То есть, надо было давить дальше. Не то, чтобы давить, если бы, условно говоря, была же возможность победы Советского Блока в Холодной войне, о ней всерьез говорили в 70-е годы, например, французские интеллектуалы и прочее. И тогда бы победитель забрал все, а просто, по большому счету, Советский Блок проиграл, именно поэтому сейчас эта ненависть есть, потому что созданы были в этих странах специфические формы национальной идентичности и социальной идентичности, идентичность скорби, я вот лично это называю, скорби Катынской, скорби Пражской и прочее. Мне кажется, что это идеология правящего класса, потому что это никак не вытекало из общественного настроения. Если, опять же, взять население ГДР, население Чехословакии, оно было, как и любое население, нейтрально к своим властям в большинстве случаев. И, опять же, такая политизация советского режима, она, конечно, стала возможной благодаря победе капитализма в этих странах. Новый правящий класс нуждался, как и в России, в антиподе. Например, в период Ельцина, вы же понимаете, для чего процветал антисоветизм, для утверждения своего собственного класса, своего господства, нужен враг определенный. Например, на раннем этапе развития капитализма со смехом отрицался предыдущий, например, строй, как дикость, как как раз средние века, как варварство и прочее. Была специфическая система, сама холодная война же является биполярной системой, в которой, в принципе, Соединенные Штаты, например, относились вполне терпимо ко всему, что происходило на территории советской зоны влияния. Например, Соединенные Штаты предлагали, допустим, Советскому Союзу вмешаться в кризис в Румынии, к примеру, потому что Румыния находилась в зоне влияния Советского Союза по результатам взаимодействия Соединенных Штатов и Советского Союза. Все бои шли на окраинах, и Советская зона влияния была для Соединенных Штатов, для всего остального мира абсолютно легитимной, условно говоря. Эта система могла существовать долго, если бы она не была демонтирована в одностороннем порядке и со всеми вытекающими последствиями. Опять же, конкретное историческое наполнение людей, отношения к кому-либо, оно зависит от воли правящего класса. Например, в России пытались возжечь ненависть грузинам из-за очень небольшой стычки, например, антикавказские настроения, антимигрантские настроения, античеченские были настроения в обществе, антиукраинские и многое другое. Это как раз идеология правящего класса, то, о чем Маркс писал, ложное сознание. И как раз в Болгарии, в Чехии, в Словакии, в Польше имеется сознание правящего класса. Вот, например, Польша — это такой явный пример. Клирикалы, как часть правящего класса, насаждают антикоммунизм. И партии политические, которые связаны с крупным капиталом, которые позиционируют свою власть как отличную от той, которая является неким абсолютным злом, к примеру. Также любое национальное государство, как говорится в современной социологии, это некое вымышленное сообщество, которое базируется на наборе мифов. Ну, допустим, искусственно разжигались противостояния, например, во время Франко-Прусской войны 1870-1871 года и прочее. Ненависть существенная. Внутри, например, европейских государств при их объединении существовала большая ненависть. Например, в Италии в период реносцемента Северная Италия ненавидела Южную Италию, потому что никакой Италии не было до объединения и прочее. Например, в Англии валийцы ненавидят англичан. Но поскольку, опять же, правящий класс в Великобритании доминирует на этой территории, получается так, что эта ненависть ни во что не выливается. Она совершенно безвредна, точно так же, как шотландская. Но, например, испанский правящий класс смог разобраться с баскским сепаратизмом, хотя внутри басков, например, до сих пор есть непримиримость к испанским властям, к монархии, точно так же, как и в Каталонии, к примеру. Но совершенно это не перерастает в определенные границы. Мне кажется, такая вот у нас имеется обстановка. И вот этот антисоветизм является полностью производным от правящего класса. И не более того, кто побеждает, тот забирает, по большому счету, все. Вот, допустим, во Вьетнаме вплоть до настоящего времени весь Южный Вьетнам подавленный, Южно-Вьетнамский дискурс, хотя он и есть, вроде бы как, из-за того, что Вьетнам трансформируется в сторону капитализма, он появляется, но его в реальности нет. Так что здесь «Чья власть, того и вера», как говорилось еще в средневековой Англии. Да, есть такая пословие, кто встал, того и там. Да, ну мне больше нравится, конечно, «Чья власть, того и вера», потому что это описывает практически все. Продолжение следует...